Оптимизация работы аппарата правительства. Так полпредпрезидента объяснил кадровые перестановки в нашем регионе. Рабочий стаж Алексея Бендуса в областной администрации 5 лет. Это сыграло немаловажную роль в кадровом решении. Человек, который зарекомендовал себя, который знает все нюансы развития области, который знает людей, который знает обстановку, который уже зарекомендовал себя на различных этапах своей деятельности исключительно с положительной стороны и является не чужеродным элементом для области, для элиты области, для населения, а по сути дела это уже человек, который врос в ситуацию. Вот Алексей Иванович соответствует всем этим гитариям. По словам губернатора Николая Меркушкина, кандидатура Алексея Бендусова на должность главного федерального инспектора казалась ему оптимальность с самого начала. Хотя были и другие варианты. Могли быть варианты, я хочу сказать, могли быть варианты, чтобы тот мог прийти на главного федерального инспектора. Мы назывались кандидатурой МОКУ с Иркутска, кто-то приехать еще там откуда-то. Нам лучше Алексея Ивановича никого не надо. Алексей Бендусов видит свою главную задачу быть связующим звеном между федералами и властью на местах. Я приложу максимум усилий в этом направлении, наладить контакт между федеральными структурами и командой губернатора и в полном взаимодействии с ними решать те задачи, которые будут поставлены как руководством страны, так и руководством Парфауа. Бендусов сменил на посту главного федерального инспектора Владимира Коматовского. Последний остается работать в областной администрации. Коматовский будет руководить департаментом управления делами губернатора и правительства Самарской области. Павел Баймаков, Мария Иваткина, Артем Сулайманов. Гиссобытия.